Добрый день, зрители и читатели про Владимира. Сегодня мы покажем вам беседу с нашим гостем Григорием Беловым, представителем комитета общественных связей с МИА, администрации Владимирской области, нашим новым региональным министром печати. Не могу это не сказать, это наш любимый мем. Рита, не гони пурги. Григорий, расскажите, как так получилось, что вообще вы заняли это место, потому что была наша любимая Рита Борисовна, потом непродолжительное время Иван Чердаклеев, потом сменилась власть, Ольга Петрова, которая сейчас занимает должность секретаря вашего заместителя, была представителем комитета. И вот внезапно появились вы. Расскажите, как это получилось, кто вас пригласил и вообще, как это все развивалось? Пригласил меня, естественно, губернатор, кто же еще может пригласить на эту должность. Ольга Петрова сама, собственно, сразу сказала, что это должность замещает временно до моего возвращения из Владивостока. Так, собственно, и планировалось, что я возвращаюсь из командировки и впрягаюсь в это дело. Когда это свершилось, когда мы выбрали губернатора в Владивостоке, я вернулся и... То есть вы там политтехнологом как-то работали? Ну, я, в основном, журналист, райтер, но в какой-то мере политтехнолог. То есть я в этом году, можно сказать, поставил рекорд трех губернаторов выбрал. Успешно? Да, успешно. Все три. Но не Владимирского. Кузбасский, Владимирский и Владивостокский. Отлично. Это мой личный зачет 2018 года. Чисто по датам. То есть вам когда сделали предложение? Ну так, примерно. Ну, практически сразу. Когда был второй тур голосования, я был здесь, в Владимире, перед тем, как улететь в Владивосток. Была уверенность, что... Была встреча. У нас была пресс-конференция, Владимира Владимировича первая, в Золотом кольце. Да-да-да. Я тогда был с ним. Ну, собственно, в принципиальной позиции тогда обговорили. Просто у меня был контракт на 2018 год на работу на выборах, на выездных, вахтовым методом. Поэтому вот я закончил этот цикл в Владивостоке. Провел два месяца незабываемых на Японском море. Вот и вернулся, приступил здесь к работе. Ну, это зимой уже произошло, соответственно, здесь. Да, но я в декабре вернулся. В декабре выжигал коррупцию шкаленным железом в собственных рядах. Но выходил из учредительства, где я был, слагал директорские полномочия. Все, когда полностью все это закрыл. Вы перед законом чисты? Ну, абсолютно, конечно. То есть, без этого меня бы даже и не приняли бы на работу. Как вам первые впечатления в должности? Нормально, работа. Работа много, работа интересная. Какие тогда сейчас банальные вопросы? Какие вы задачи перед собой ставите в первую очередь? Или, вернее, перед вами ставят? Задачи, конечно, заставит губернатор наладить эффективное взаимодействие со всеми редакциями, создать ситуацию абсолютной информационной открытости, быстрое реагирование на все запросы СМИ, формирование информационной повестки. Ну, в общем-то, достаточно стандартные задачи пресс-службы и общественных связей. Да, кстати говоря, я должен скорректировать, мы от общественных связей уходим. То есть, у нас отдел в комитете, который занимался общественными связями, он с 8 февраля перешел в комитет внутренней политики. Это в рамках какой-то общей оптимизации структуры. Потому что понятно, что общественными организациями занимались другие подразделения. У нас просто оставались два направления, религиозные и диаспоры, национальные диаспоры. Вот сейчас этот отдел ушел, и поэтому мы сейчас полностью сосредоточились на средствах массовой информации, и, соответственно, название тоже будет меняться. Это вот та самая реформа, которую объявлял в конце года Сипягин. Да, потому что общественными организациями, как выяснилось, когда я так вошел в курс дела, я понял, что общественными организациями аж три комитета занимаются. И все дублируют? Ну, не дублируют, просто они разделены. Какими-то общественными организациями занимался наш комитет, какими-то комитет внутренней политики, другими комитет социальной политики. Ну, я сразу сказал губернатору, на мой взгляд, было бы оптимально все-таки их сосредоточиться в одних надежных руках. А вам заниматься в СМИ. Да, тоже в наших надежных руках вы. Нет, спасибо, во-первых, что вы пришли, вы показали эту информацию, открытость. К нам уже губернатор на интервью приходил, теперь вот ваша очередь. Когда-нибудь и Петрова, я чувствую, придет. У вас, кстати, как вы с ней делите полномочия, как вы разделяете эту работу? Ну, Ольга работает полностью с губернатором. Кстати, сейчас она с ним вылетела в Сочи на экономический форум. Вот, а я работаю как, ну, как чиновник, как, не знаю, сидящий в центре паутины некий такой вот. Я не особо публичный, на самом деле, должен быть чиновник. И это, пожалуй, первый мой такой вот дебют общения в камерой. На самом деле, мы вас позвали в первую очередь спросить вас о том, что будет происходить с, так скажем, государственными СМИ, которыми мы привыкли их так величать. То есть, это СМИ, которые подконтрольны Белому дому. Это телерадиокомпания «Губернии-33» и газета «Владимирские ведомости». Расскажите, Сипягин обещал, что будет сокращение финансирования, например, этих СМИ, будет проведен аудит и так далее. Что вот сейчас на данный момент решено, не решено, какие перспективы вот у этих изданий? Что их ждет? В октябре, в ноябре, в декабре прошли проверки в этих... «Владимирские ведомости» – это учреждение автономное, «Губерния» – это ООО, контрольный пакет, который находится у администрации, а 20% у тех же «Владимирских ведомостей», кстати говоря. То есть, ООО, но полностью подконтрольное, да, действительно. В ведомостях уже процесс оптимизации сортовал. На текущий год уже финансирование урезано на 3,5 миллиона. Сокращен объем официальных документов, которые публикуются. Постепенно будем уходить полностью в сетевой формат. То есть, они публикуются, эти нормативные правовые акты, но в сетевой версии, в сети, в интернете. Остались сейчас в ведомостях на бумажной основе законы Владимирской области и указы губернатора. Сейчас вот 2019 год посвящен тому, что мы прорабатываем необходимую базу для того, чтобы полностью уйти от публикации на печатной основе и этих нормативных правовых актов. То есть, тем самым существенно экономить на бумаге, на типографии. Это процесс нескорый, регистрируется специальной сетевой СМИ, как того требует закон. Вот сейчас вот этот процесс у нас идет. И вот все это переформатируется. Очевидно, придется менять областной закон об официальном публиковании нормативных правовых актов. Некоторые юристы говорят, что, может быть, не потребуется областной закон, что достаточно постановления губернатора. Но это все в проработке юридической. А с ЗСом договоритесь? Ну, ЗС, надеюсь, не будет возражать против экономии бюджетных средств. С такой формировкой возможно. Недавно стало известно о том, что Игорь Ефремов слагает свою полномочию главного редактора. Я так думаю, что это все-таки как-то мимо комитета не прошло. Наверное, были какие-то переговоры, договоренности какие-то. Ну, какая-то причина у всего этого была. То есть, расскажите, что творилось за кулисами в тот момент, когда Ефремов уходил? Скорее, руку приложил к этому другое наше подразделение – это контрольной резидентной инспекции. Так, интересно. Я же, собственно, начал с этого, что прошли проверки. В учреждении были выявлены нарушения. И дальнейшие процессуальные действия, они последуют, безусловно. Я их не буду анонсировать, но они последуют. Ну, именно в этот момент, когда некие процессуальные действия уже готовились, последовало заявление от Игоря Олеговича. Оно было удовлетворено губернатором, за что он поблагодарил, кстати, его в своих аккаунтах в социальных сетях в Фейсбуке. За то, что так оперативно губернатор осмотрел его заявление. Я думаю, что благодарность – это связано именно с тем, что были другие варианты, но было удано предпочтение такому мирному. Так, тогда, во-первых, у меня сейчас два варианта. У меня развилка, о чем вас дальше спросить. Во-первых, Ефремов ушел в мэрию, его там, Крапилович взял на работу замом к себе в управлении общественных связей СМИ мэрии города Владимир. Как вам такой поворот внезапный? Ну, он ожидаемый. Ожидаемый? Да, вполне. И тогда у меня вопрос, который я не застал лично в силу своей молодости, так скажем. Григорий Белов в нулевые был тоже главным редактором газет «Владимирские ведомости». Какие годы сейчас? С октября 2005 года по май 2008. Вот, и как говорили злые языки, там вы, когда уходили, тоже были какие-то якобы вопросы, претензии. Но они, я так понимаю, ничем уголовным не закончились. Нет, уголовным нет, конечно же. Просто я не могу вас об этом не спросить, учитывая, что у Ефремов всплывают такие вещи. Когда я уходил, я уходил по собственному желанию. На тот момент, на момент увольнения, никаких претензий ни материального характера, ни финансового, ни какого-то иного со стороны учредителя не было. Более того, мой ход был неожиданным абсолютно для тогдашнего губернатора. Он был связан как с некими мировоззренческими моими разногласиями с тогдашним губернатором, так и с тем, что я просто получил предложение о другой работе. Тогда Николай Владимирович очень сильно обиделся на меня. Я это знаю, он человек обидчивый. И была назначена проверка. Цель перед проверяющим была поставлена на накопать по максимуму желательно уголовное дело. Ничего такого не накопали. Была попытка к административке привлечь. Тоже не увенчалась успехом. Суд я выиграл по административке. Тогда было предъявлено уже то, что они смогли наскрести, было предъявлено по гражданскому делу о возвращении некоторых денег. Каких именно? Это очень важно. Чтобы понять ту мелочность, с которой я столкнулся. Я вернул потом, по решению суда, вернул в Владимирские ведомости деньги, которые мы получили. В частности, материальная помощь в связи с рождением четвертого ребенка. Это было то ли две тысячи, то ли три, я уже сейчас не помню. Это получали тогда все. Ну, кто у нас? Это не так часто происходило. Вот Володя Михайлов при мне тоже стал второй раз отцом. Он тоже получил такую же выплату. От него не потребовали возвращения этих денег. Они абсолютно законные. Дальше в Владимирских ведомостях всегда существовала эта практика. Она и до меня была, и при мне, и потом, когда я ушел. Один оклад к отпуску материальной помощи. Для сравнения в Белом доме. Сейчас я не знаю, я еще не уходил ни разу в отпуск, но тогда при Винограде до шести окладов получали к отпуску сотрудников. Ну, прилично. Один оклад в Владимирских ведомостях получали все сотрудники. По всем сотрудникам было абсолютно законно. В связи с тем, что у меня как руководителя должен был быть другой порядок, а именно согласование, то есть должно быть согласование с губернатором. Ну, я-то не знал, я целиком полагался на кадровика. Но кадровик фактически меня подставил. Это никаких бы проблем не было, потому что это всегда было. И Еневский, по-моему, передо мной был моим предшественником, тоже получал эти выплаты. Они всегда были к отпуску, когда один оклад, причем голый оклад, не зарплата со всеми, а голый оклад один. Вот это была так нарушена формальность. И еще я очень часто приходил замещать часто отсутствовавшего заместителя, главного редактора, которого мне тот же Виноградов не разрешал уволить, вместе с Юрием Матвеевичем, который просто по своим личным пристрастиям очень часто отсутствовал. И мы просто с другими заместителями делили эти его обязанности между собой. И там что ли 20, то ли 30 процентов от его оклада, опять-таки, без премии. Вот в случае другого заместителя это все нормально, проблем не было. А у меня, так как я был руководителем учреждения, у меня тоже должно было это быть согласовано с губернатором, и с представителем ЗС еще, поскольку два учреждителя. Ну, вот это кадровик не выполнил, подставил, ну, проиграл суд, в итоге вернул эти деньги, и все. Ну, и все, и тема, собственно, была закрыта два следа. Да. Хорошо, тогда все-таки про нашу более чудесную любимую СМИ, на которую ходит очень много наших бюджетных денег. А, губерния. Губерния, да, отлично. Вы сами понимаете, про кого речь, что сейчас происходит с ней, какие масштабы финансирования, какие цели, и опять же, какое переформатирование будет. Масштабы финансирования сохранились теми же, по меркам телекомпании это не такие большие деньги, и главное тут другое, собственно, о чем говорят и депутаты. О том, что это телевидение должно превратиться из рупора губернатора, из рупора администрации в общественной телевидении. Вот непредвзятым взглядом видно, что таковым оно уже сейчас является. То есть, начиная с октября прошлого года, никаким рупором ни губернатора, ни администрации в области губерния не является. Это сейчас классическое общественное телевидение с уклоном, я бы сказал, еще в телеканал «Культура». Потому что огромное количество музыки, театра, всего этого. В студии губернии побывал Шевченко, побывали депутаты от «Справедливой России», и от КПРФ другие, и от «Единой России». И, по-моему, меньше всего от ЛДПР было депутатов губернии 33. Шевченко то ли полчаса, то ли 40 минут имел в формате на всю Владимирскую. Ну, то есть, я почему говорю о Шевченко, потому что именно он... Хочу спросить, кого он там имел 40 минут в эфире. Мы знаем Максима Леонардовича Шевченко. Да, он умеет это делать. У меня вопрос сразу, почему не был губернатора там ни разу? Губернатор, прямая линия губернатора у нас запланирована весной. Он будет в соответствии... Там ведь в губернии всё в соответствии с контрактом. Госзадание... Ну, в смысле, с госконтрактом. По госзаданию в год запланировано два интервью в формате интервью, либо прямой линии со звонками слушателей, зрителей. Два интервью в год запланировано. Это по контракту это то, что заложено в госзадание, и то, что губерния обязана отработать. А первая запланирована весну. Соответственно, на конец второго квартала запланирована вторая большая пресс-конференция губернатора. Как, собственно, обещал, раз квартал. Да, раз квартал. То есть, первый квартал в Бумеваре, второй квартал будет ближе к концу квартала. А в середине будет, между этими двумя эпохальными событиями, состоится прямая линия на телеканале «Губерния». А правда, я вас буду перебивать, как обычно, а правда говорят, что все сравнивают, что Владимир Владимирович Сипягин очень косит, так скажем, каким-то поведением вот эта вот пресс-конференция, где вот он сидит за столом там напротив него в зале. Правда ли, что он под Путина косит вот всем вот этими? Картинка действительно схожая. Так вот, значит, что, как здесь было? Я, когда еще работал практикующим журналистом, понимал, что тот формат пресс-конференции, который до этого практиковался, в этом зале с длинным салон заседания на шестом этаже, или в последней пресс-конференции Орловой была в этом... Это вообще было ужасно. Это было ужасно, действительно. В зале заседания – это не формат пресс-конференции. Вот тот формат, который вы ссылаетесь президента, он на самом деле не эксклюзив президента нашего, Владимира Владимировича Путина. Это общепринятая мировая практика, когда спикер сидит вперед с журналистами, когда журналисты размещены амфитеатром, потому что если пол ровный, то, начиная уже с третьего ряда, не видно спикера. Но зал-то пустой был, получается. Ну вот, понимаете, мы занимались подбором, посвятили подбору места, ну вот, не побоюсь этого слова, пару дней точно. С Ольгой Александром объезжали, побывали и в Патриаршем саду, вот этот новый у них пресс-центр. Неплохой пресс-центр. И по масштабу он бы соответствовал. Но ровный пол, третий ряд всего уже не видно. Начиная с третьего ряда, то есть должен быть амфитеатр. Если вы подскажете, где у нас в городе есть зал меньшего размера, где есть амфитеатр и есть зал, пробовали уже в той же филармонии, где у нас вечером того же дня был прием, пробовали там сделать, чтобы далеко не ездить, чтобы сразу же из одного зала в другой. Там телевизионщики, это же губерния, просто подвергли суровой критике, не подходит этот зал для... Темно просто, наверное. Ну да. И просто ничего другого не нашли. Вот объективно. Предложите зал, который отвечает вот этим условиям. Ну, я понял. У вас будет время до конца второго квартала. Ну, я уже сейчас вижу, что нет такого. Ну, не знаю, может, где-то в профсоюзах еще. То есть, журналисты должны быть не за столом, я понял, что должно быть. И амфитеатром. И должно быть хорошо оборудовано хорошим интернетом, чтобы прямую трансляцию можно было вести через гнезда. Вот там все это есть. Вот где-то есть еще... В общем, надо больше журналистов. Все понятно. Или чиновниками заполнять просто как приорудовый. Чиновниками? Мы точно заполняем. Чтобы можно было поднять и сказать ответ на этот вопрос. Ну, это, я считал, тоже порочной абсолютно практикой. Такого у нас точно не будет. Не будет у нас губернатор никого поднимать. Отвечает губернатор. Он полностью в курсе всей повестки дня. Он в состоянии сам ответит на любой вопрос. Ему не нужны суфлюры. Не знаю, мне показалось, что он очень много уходил от ответов, когда не было конкретики. Ну, это мое отзывное суждение. Ну, и еще сделать все-таки, что это первая пресс-конференция губернатора. Вы увидите, как раз от раза... Дай бог, чтобы не последняя. Не последняя, уверена. Хорошо. Вы увидите, как раз от раза уровень конкретики... Будет меняться к лучшему. ...будет повышаться. Потому что это во многом была действительно заявочная пресс-конференция. Это планы работы, это результаты осмысления того анализа, который был проведен за первые 100 дней, и намечены планы. Конкретик дальше неизбежно будет. Вот она просто будет неизбежна та же, как восход солнца. Еще немножко про СМИ и закончим этот блок. Так вот складываются ощущения, опять же, вот, например, Сипягин, вот был у нас, вы у нас были, вот... Я смотрю, как работает пресс-служба, есть такое ощущение, что есть некий перекос в наши, так скажем, болотные СМИ, так называемые. То есть, с нами вот общение больше и лучше, чем, например... Вот, например, нет пока... Ну, вы же объяснили, почему нет интервью на губернии. Почему, например, губернатор не был на ГТРК, например, и так далее. Нет ли такого, или мы заблуждаемся? Или кажется, что с государственными, там, федеральными СМИ пока получается чуть хуже, чем с нами? Ну, что происходит с федеральными СМИ, все прекрасно видят. Чиновники администрации Владимирской области срывают сроки выполнения поручений президента по результатам прямой линии. Наша сель-радиокомпания Владимир, она ведь является частью всероссийской государственной сель-радиокомпании. И у них здесь нет собственной самостоятельной информационной политики в таких, ну, серьезных глобальных вопросах. И они, конечно же, являются продолжением того, что происходит на федеральных телеканалах. Там происходит то, что происходит, мы это все прекрасно видим. С нашей стороны полная открытость для ГТРК Владимир. И туда готовы прийти. Ну, то есть, с Филиновым что сейчас получается? Или вы общаетесь? Но предложение от них, по крайней мере, в то время, когда я работаю, уже вступил в должность, не поступало. Об интервью на ГТРК Владимир. Приложение не было. Я вот, если честно... От губернии есть предложение. От губернии есть предложение, мы уже ответили. У нас же сейчас введен вообще режим одного окна, когда все интервью, все заявляется через пресс-службу. Мы отрабатываем очень быстро, не в виде чиновничьей переписки, которая там длится, а очень быстро по каналам связи, по оперативным. От губернии есть заявка на вот это расширенное интервью плюс со звонками зрителей, и оно состоится, конечно. Расскажите, как выстроена работа в социальных сетях? Есть аккаунты губернатора, которые были какие-то личные, когда вот он был депутатом ЗС, как-то он сам их там вел. Потом как-то работа остановилась, сейчас появилась централизованная работа. Расскажите, кто ходит, вот это снимает, пишет, как это все согласовывается и так далее? Ну, пока никто, пока это все Ольга делает. Насколько позволяет ее сила и время. У вас же была вот эта вот вакансия. Но она еще не занята. А говорили, что вот какой-то мальчик там уже появился. Нет. Нет? Пока вакансия. Если что, в общем, если вдруг вы хотите бегать с телефоном за губернатором Владимирской области и снимать все, что он делает, выкладывать эти посты, согласовывать их там с Григорием или с его заместителем Ольгой, то у Белого дома есть для вас вакансия, и там зарплата 1030, я думаю, да? Да, это должность консультанта в таких пределах, но это минус НДФЛ. Ну, в общем, есть о чем поговорить. Не благодарить, опять же, за рекламу бесплатно этой должности. Возможно, кто-нибудь донайдется. А тогда дальше. Пресс-секретарь губернатора Ольга Петрова завела практически сразу же в октябре свой личный телеграм-канал. Это, кстати, очень верное решение. Это официальный телеграм-канал, да, пресс-секретарь губернатора. Там, конечно, много бывает не того контента, который бы я хотел видеть. То есть, очень много каких-то там мелочей таких, вот скажем, какие-то там не совсем серьезные посты, очень много каких-то деталей ненужных, а так в целом. Ну, детали, личные детали у нас, без личных деталей, выходят пресс-релизы. Как раз и план-план замышлялся этот телеграм-канал таким образом, чтобы туда попадали какие-то детали, которые проходят мимо, пресс-релиза, ну, просто не попадают в его формат. Может быть, это не всегда удается в силу того, что она, вот, просто относитесь с ней с нисхождением, она самый перегруженный, наверное, человек в администрации области. Я помню ее глаза, да. После губернатора она на втором месте после загрузки. Но вы сравните. А почему вы не на втором тогда? Ну, потому что она все время с губернатором. То есть, я тоже очень много работаю, но у меня режим работы свой собственный, он не завязан настолько, как на губернатору. У меня есть те задачи, которые я должен выполнять. А Ольга почти все время с губернатором. Владимир Владимирович, у нас трудоголик, как их поискать. Это невероятный просто. Говорят очень много совещаний в основном в Белом доме. Сутками просто совещаний за совещанием. В совещании, собственно, они бывают всегда. Они во всех администрациях, и они были, и есть. Сейчас они проходят несколько длиннее, связанно с тем, что, во-первых, в октябре-ноябре не было заместителей, и приходилось на эти совещания вытаскивать директоров департаментов, представителей комитетов, которых сейчас заменяют уже курирующие губернаторы, и стало короче уже. Но еще это связано также с тем, что Сипягин, он очень скрупулезно подходит ко всему. Он настолько глубоко все вникает. То есть, просто вот его дать информацию... Я понял, уже пошел пиар нашего хорошего губернатора. И это во многом приводит к тому, что и долгосовещание, и Ольга... Хорошо, тогда у меня по работе Ольги с несхождением, но все-таки есть конкретные вопросы. У нее после того, как губернатор ездила на Запад области, на все эти мусорные совещания и экскурсии, у нее был пост и в пресс-релизах потом это было, про московские дачники, проплаченные активисты, кто-то там раздувает пожары и так далее. И все это выглядело ровно точно так же, как это было у Светланы Юрьевны Орловой, которая говорила, что раздувают у нас кадилом и так далее. То есть, это вот губернатора ему поменяли, а формат обращения к населению остался точно такой же. То есть, вы не люди, которые защищают свои интересы, которые не хотят жить в мусоре, а вы проплаченные провокаторы. И вот в ваших телеграм-каналах и в релизах получается то же самое, что и у Орловой. Как так получилось? Нет, ну, в релизах у нас этого точно нет. А что касается вот некоторых ее фраз, Ольги... Нет, и потом Сипягин про это сам же говорил. Я сейчас могу заморочиться, найти, пока вы объясняете, я могу найти это, проситировать. Ну, найдите, пожалуйста, да. Дайте уж человеку вот иметь свое мнение. Она просто вот выразила... Я помню эту ее фразу ведь. Она выразила недоумение по поводу того, что основными носителями этого протеста являются московские дачники. Но это действительно факт. Это действительно так. И вот я в этом особого негатива не вижу, кстати говоря. Потому что... Ну, я их понимаю. А что они... Они, москвичи, хотят, чтобы мусор остался у них, в Москве. То есть, им больше... Их больше устраивает, что пусть мусор там у них, около дома будет, чем в месте их отдыха. Это их выбор. И, безусловно, его нужно принимать во внимание. И мы-то только за то, чтобы наша зона, наша область была зоной отдыха. А пускай мусор остается там у них. Кто против у нас-то? И то, что они нас здесь фактически поддерживают, московские дачники в этом. А наша позиция именно такая. У нас же губернатор против московского мусора. Владимирской области. Вот, это мой следующий вопрос. Он против московского мусора в Владимирской области. И то, что московские дачники здесь просто в авангарде идут этой борьбы, ну, прекрасно. Они хотят, чтобы мусор остался у них дома, в Москве. Пускай остается. А наша область будет зоной их отдыха. Замечательно. Что происходит с московским мусором? Потому что говорят, что якобы там заключаются какие-то соглашения уже с Москвой на регализацию ввоза от этого мусора? Что на самом деле происходит? Нет, не заключаются. С Москвой не заключаются никаких соглашений на ввоз мусора. Происходит следующее. А это уже многократно сказано. И я здесь просто по-заученному. Сейчас фактически не действует никакой схемы. Мусор в Владимирскую область сейчас везут как-то? Законно-незаконно? Каждый день люди фиксируют эти КАМАЗы с мусором. КАМАЗы везут. Власти это контролируют или не могут контролировать? Это контролирует федеральная служба надзора. Федеральная служба надзора, технадзор, природнадзор. То есть, вы не при делах. То есть, контрольные функции выполняют федеральные надзорные ведомства. Региональная власть, администрация области регулирует этот процесс через территориальную схему. Это законный легитимный механизм. Предыдущая администрация во главе с Орловой приняла территориальную схему такую, в которой был заложен московский мусор. В Орловской территориальной схеме московский мусор заложен. Сейчас, как тут новую территориальную схему, которая разрабатывается сейчас, московского мусора не будет. Об этом совершенно однозначно заявил губернатор. Теперь, что происходит дальше? Дальше та территориальная схема, которая, собственно, Орловская, и она тоже не действует. Потому что она должна была с 1 января начать действовать в соответствии с этим новым порядком. В связи с тем, что этот новый порядок был отменен. Опять-таки, из-за той мины, которая была заложена в предыдущей администрации, она состоит в том, что был монополист, региональный оператор монополиста. И именно эта мина и взорвалась. Нет, все, я методичку понял. Я нашел, кстати, вот эти цитаты. Сейчас я буду цитировать сначала Ольгу Петрову и ее телеграм-канал. Губернатор неутомим, все слушает, во все вникает, ищет решение. А я думаю о крикунах-гастролерах. Есть у нас одна в области дама, которая то и дело появляется на месте костра, раздувает его до масштабов пожаров. То в суде шоу строят, то на заседании, то на митинге. Я так думаю, речь про активистку Татьяну Гусеву. Сейчас я продолжу. Она отрабатывает контракт, ей верят, за ней идут. Это Ольга Петрова. А затем далее губернатор Владимирской области. Очень непростые встречи, крайне простые проблемы, решений не будет. Так-так-так. А кричат и сеют панику, как правило, те, которым за это платят заинтересованные структуры, сообщил Владимир Сипягин в социальных сетях. Вот один-один Орлова просто. Значит, слушайте, здесь, что касается Крикнов, здесь названа только одна дама. На самом деле, действительно, вот в той группе активистов, которая есть по Филистскому лесу, я сам контактирую, например, с Еленой Хмельченко. Ну, нормальный абсолютно человек, адекватный у нас с ней диалог идёт. Вот фактически одна вот та дама, которую вы назвали, на наш взгляд, работает деструктивно. Поэтому речь шла конкретно только о ней. А так взаимодействие идёт вполне нормально. Учитывая, что губернатор однозначно сказал, что московского мусора не будет, на этом всё, точка. Больше, собственно, говорить не о чем. В территориальной схеме, которая сейчас разрабатывается, в ней московского мусора не будет. Этот процесс разработки территориальной схемы, он идёт публично. А он будет в публичном слушании. Ну, весной где-то там, да? Весной где-то будет. Ну, да. Это всё будет видно. Хорошо. Поэтому вот крикуны, названа одна дама, которой действительно есть вопрос. Остальные все люди абсолютно нормально. Те учёные, которые приезжали, я сам же был тогда на этом УНФе на круглом столе. Я делал репортажи в другой СМИ тогда, и меня благодарили все участники этого процесса тому, как я объективность этого показал. И со всеми, с ними, вот за исключением одной дамы, это очень продуктивный, конструктивный, деловой разговор-то. Григорий, предположим, у вас есть дача на западе Владимирской области, у вас под окнами начинают строить мусорный полигон. Как вот вы себя будете вести на месте этих людей? Так, ну, давайте так, под окнами. Ну, у вас по соседству, вот по соседству с вашей деревней, где у вас дача. Ну, окей, у вас дача в Филипповском. Так сложилось. Или рядом с Александровской свалкой, которую будут расширять два раза. Вот Александровская свалка, это, конечно, боль, потому что действительно она находится фактически в городе. Но тут, как мне сказали специалисты, когда она создавалась, это ещё глубокие-глубокие советские годы, она была далеко от города. То есть, не свалка двигалась к городу, а город двигался со свалкой. И закономерный вопрос к муниципальным властям, а что ж вы город-то двигали к свалке? Вообще, чем думали? То есть, вот эту проблему, что свалка оказалась в черте города, создали муниципальные власти тем, что развивали город именно в этом направлении. Конечно же, её надо что-то с ней делать, чтобы этого не было. Это вопрос территориальной схемы. Так ваше какое отношение? Если бы вы, филипповскому, у вас дача была? Так дело даже не в этом, что я и так отношусь к этому отрицательно, к тому, чтобы этот огромный лес, вот огромный лес, это действительно большой лес, чтобы её превращать в свалку. Я категорически против этого, независимо от того, что у меня нет там дачи. Это невозможно. Этот лес превратить в свалку, это невозможно. Этого не будет, конечно же. Хорошо, мы это запомним. Это огромный лес, который действительно на каком-то этапе при предыдущей администрации в каких-то воспалённом воображении, он рисовался как огромный гигантский полигон. А основания у местных жителей понимать это именно таким образом создали муниципальные власти, на самом деле, когда они перевели вот эту территорию, вот этого леса в категорию разрешённого использования под вот эти специальные объекты, там она как-то обозначается цифрами, сложно. В такую категорию муниципальные власти перевели этот лес, который позволял использовать его под муниципальный полигон. Потому что на самом деле пока это единственный шаг, который действительно имеет место, реальный, и которым больше всего замущены люди. То есть основные вопросы нужно задавать муниципальным властям. Верните это, переграйся. Это вопрос местного самоуправления, это вопрос генерального плана. В генеральном плане, в территориальной схеме эта территория леса вот сейчас перевезена вот в ту зону, которая очень беспокоит местных жителей. Хорошо. У меня под финал вопрос на другую тему, совершенно простой. Вам как к эксперту, так скажем, не как к государственному гражданскому служащему. Сколько лет в голове Владимирской области будет стоять Владимир Сипягин? Столько, сколько предусмотрено уставом области. Уставом губернатор избирается на 5 лет, избиратели выбрали его на 5 лет, то есть 5 лет он будет работать. Дальше будет вопрос второго срока, на это я не могу ответить. Допустим, предположим, что... Как минимум 5 лет. Хорошо, допустим, предположим, что вот тем или иным причинам во Владимирской области внезапно сменится губернат. Ну, предположим, допустим, вы за себя как бы... Не волнуйтесь. Нет, устав предусматривает такие возможности, но они печальные, такие трагические, мы не будем на них останавливаться. Какова судьба человека, который занимает такую политическую должность, как вы, вот в таких случаях? Ну, скорее всего, я не буду работать со следующим губернатором, хотя если от нового губернатора поступит мне предложение, но через 5 лет там... Я не говорю о трагических случаях, я говорю о нормальном ходе развития событий. Через 5 лет примет ли Владимир Владимирович участие во вторых выборах, на второй срок пока трудно говорить. Ну, не знаю, это такой срок, это такая перспектива. Через 4 лет еще, да? Я живу... У меня вообще контракт на год. Точно. Сейчас губернатор заключается со всеми контракт на год. Если у нас будет согласие сторон, если я захочу продолжить эту работу, если губернатор будет продолжать меня видеть в этой должности, он будет продлен. А так вообще контракт на год. И я вообще на самом деле человек настолько легкий на подъем, я за последние 10 лет столько сменил видов деятельности, работу, я поработал, за что я благодарен судьбе во многих... ну, в целом ряде регионов страны. Я приобрел колоссальный опыт в избирательных компаниях. Единственный там серьезный минус, я, собственно, наверное, продолжал бы там работать на этой стезе. Единственный там минус – это очень большие, очень длительные разлуки с семьей. Например, в 2018 году я больше полугода был в отрыве от семьи, жил сначала в Кузбассе, потом в Владивостоке. Вот это самое... А так меня это очень устраивало, и там зарплата просто в разы выше, чем на той должности, которую я сейчас занимаю. Ну, здесь зато родной регион. Ну, конечно. Польза жителям. Семья. Семья. А, ну да, это, кстати, второй подсказ. Поскольку я приложил руку каким-то образом к тому, что... ну, конечно, мой вклад был очень скромным, но он был, что вот к тому результату выборов, который был. Я оказывал консультативные услуги Сипягину и кое-какие вещи, которые сейчас являются мемами, вроде каленого железа, вроде... что там еще было-то, я уже сам не помню. А, хватит приезжих. Ну, это стало словами, заметьте. То, что пока и коррупцию не выжили, и варягов больше, чем было. Вы хотите поговорить над тем? Я готов. Я готов. На самом деле, это интересная тема, почему так есть. Но вот я-то вот точно не варяг. Я всю жизнь у Владимира прожил. Ну, есть куча вице-губернаторов и других людей, которые... Ну, вот я готов, мне есть что на это сказать, но если... Ну, хорошо, давайте коротко, а потом мы с вами закончим интервью. Почему они не варяги? Все приезжие люди с пропиской в других регионах? На самом деле, ну, не все. Есть у нас еще старожилы, работают среди заместителей губернатора. Ну, естественно. Дай бог ему здоровья. Их могло быть больше, если бы не ушел Конышев. Конышев никто не гнал. Конышев ушел сам, причем ушел очень неожиданно. Может, вы расскажете эту историю, кто все-таки подписывал? Сам он себе подписывал или с Пегином подписывал? А в тот день... Ну, тогда я еще в Владивостоке был, я вот этих деталей не знаю. Но только я знаю, что этот уход был абсолютно неожиданным. То есть, губернатор рассчитывал на то, что Конышев продолжал работать и предлагал ему работать. То есть, уход был совершенно неожиданным. Что произошло? Ну, я лично, это мое мнение, предполагаю, что на него оказывалось давление к тому, чтобы он ушел. Так вот, именно вот это давление, которое оказывается в этом условном стану супостатов, как раз и объясняется то, что очень многие профессионалы, которые могли бы занимать эти должности, просто отказывались. И Сипягин сказал об этом на пресс-конференции. И пришлось бороться в арягу. Что отказывались, а работать нужно было начинать немедленно. Еще в этой ситуации, вы знаете, прекрасно, когда предыдущие замы уходили на месяц в отпуск. Ну, это известно песня Сипягина, да. И невозможно даже было его назначить. И работать надо было. А отказываются люди. На них оказывается давление. На них очень серьезно оказывается давление. И в итоге приезжают... Ну, вплоть до того, что вот этот самый аргумент о том, что нынешние губернаторы якобы ненадолго, ну, куда вы пойдете? Если вы пойдете, вы себе подпишите волчий билет. Да-да, конечно. Область маленькая. Это давление колоссальное. Нет, у нас есть... То есть, это одна из причин. Одна из причин. Другая причина стоит в том, что на самом деле у нас с кадрами проблемы есть, с хорошими, с профессиональными. Потому что многие из тех хороших специалистов, которые у нас в области выросли, уехали в Москву и работают там. Потому что... Это долгая история. Она была еще и в 90-е годы при Николае Владимировиче. У нас кадровый застой был. При Виноградове он... Григорь, я согласен. Это антиселепция происходила. Философские вещи. Это очень конкретные. Людей... Те, кто ещет, они отказываются. Мстите губернатору Винограду. Я понял с этими словами. Есть сейчас конкретные вещи. Есть лозунг Сипягина о том, что хватит приезжих. И есть вице-губернаторы Байер, Брусинцов, Чекунова, Боцин, Харченко. Кого там я еще забыл? Послушайте, за все... Которые абсолютно стопроцентные варяги. Должностным лицом, несущим за всю ответственность и формирующим политику является губернатор. И вот политик, который предложил ему этот мем. Он наш местный. Он наш, вот прямо до мозга костей наш Владимирский местный. И всю политику определяет он. Все, кто работает у него шестеренками, то есть этими винтиками, рабочими механизмами, это наемные работники. Когда речь шла о местных, это имели в виду прежде всего губернатор и депутаты. К моему глубочайшему сожалению, в Владимирской области он не владеет этой ситуацией. Да нет, прекрасно владею. Вот здесь про Владимир есть статья, как вы из рук власти получили просто все подачки и как власть просто превратила вас в своего послушного лакея. Про Владимир не обманывать. Да, да, все нормально. Я сейчас вижу, да. Читайте про Владимира, там про Сипягина все написано. Кем он является на самом деле. То есть надо понимать, иметь в виду, что тогда была еще интрига той избирательной кампании очень активным, в ней был один из варягов в депутаты. То есть этот лозунг был... Ведь Сипягин же вел одновременно две кампании. Он вел губернаторскую и ЗАГСобрание. И понятно, что особенно на раннем этапе, особенно летом, основной акцент делался на депутатской кампании. Вы понимаете, да? Ну, планов-то не было выиграть конкурта. Нет. Нет, еще раз говорю, что не то, что планов не было. Мы сейчас на второй час пойдем, я понял. Не то, что планов не было, но основными выборами, главными, были выборы ЗС. И поэтому вот этот лозунг, понятно, что имеется в виду под ним. И речь шла именно о выборах. О выборах губернатора и выборах депутатов ЗАГСобрания. Все. О том, что кто назначается там на должности в аппарате. Об этом тогда и речи не было. Понятно, никто не думал, что выиграет, и что придется отвечать за свои слова. И специалисты могут наниматься. На временную работу. У всех контракт на год. У каждого заместителя губернатора, у в Рио губернаторов. У действующих, у тех, которые остались, у них постоянные контракты. У всех в Рио контракты у всех на год. Это все исполнители, должностным лицом, определяющим политику. Это я все понимаю. Губернатор. Губернатор местный, да, мозга костей наш. Вы по кругу уже начинаете повторяться. Я понял. Хорошо. С нами был наш гость Григорий Белов, представитель комитета общественных связей с МЕДМИ, СТРАС, Владимирской области. Григорий, спасибо за беседу. Спасибо за внимание. До новых встреч. Счастливо.